приветствую всех сборка 6266 новый игровой системный блок в корпусе first player mi6 и это знаете ли тот системник который бы хотел себе поставить домой заменить тот системе который у меня дома вот такие дела то есть мы собираем огромное количество компьютеров всяких разных корпусах в дорогих и очень дорогих и вот какой бы ни был корпус а вот прям сильно не цепляет и вот именно этот mi6 в белом исполнении меня очень здорово зацепил корпус огонь и стоит он 4000 рублей ну там добавили вентилятор получилось 5000 но в 5000 рублей да такой системник и не похож он на first player потому что first player делает обычно ну так себе то есть как бы вот уровень корпуса все он увиден берешь какой-нибудь я не знаю корсар из дорогих или ли англии ну все там по-другому и вот этот first player мне как раз напоминает дорогую продукцию дорогие корпуса все так сделано здорово конечно видны иногда такие моменты как кнопочки недостаточно породисты но это все придирки вообще концепция меня прям порадовала очень классно сделан корпус и такой вот конфигурации системный блок который бы опять же я бы поставил себе домой может быть не больше и не меньше есть у вас монитор full hd пускай там 144 герц и геймерский игровой вы хотите играть во все современные игрушки то пожалуй вот эта конфигурация вполне себе оптимально да для 2к разрешение вам нужен нужна видеокарта минимум 3070 лучше 3080 вы же хотите играть на ультрах да еще и с хорошими кадрами секунду но если монитор full hd игры самый самый топ самый жир то пожалуйста вот эта конфигурация будет спокойно это все дело вытаскивать но получился у нас вот такой симпатичный системный блок курай 5 12400 f 16 гигабайт памяти rtx 3060 ssd на 500 гигабайт блок питания бронза ну и системы водяного охлаждения вот собственно так конфигурация которая здесь есть кто-то скажет что система водяного охлаждения здесь избыточно но она очень здорово подходит под вот эту концепцию и выполняет роль еще и такой вот вытяжки горячего воздуха когда не надо лепить просто вентилятора одессе вентилятор еще работает во благо давайте этот корпус под разберем потому что сделан он очень интересно со всех сторон крышки имеет перфорацию то есть вот видно что крышка прозрачная очень хороший металл кстати говоря толстенький что радует слева у нас расположена секция водяного охлаждения справа вентилятор 120 миллиметров ну и логично что суда становится трехсекционная водянка хотите очень очень мощный системник с трехсекционной водянкой может быть это водянка будет от видеокарта какой-нибудь родионы рык 6 900 и вы сможете сюда поставить а на заднюю панель одна секционную водянку от пожалуйста две водянки в таком компактном исполнении закаленное стекло сбоку у нас она с такой вот металлическая рамка наклеенной стекло прозрачная имеет такую белую тонировку чтобы скрыть какие-то металлические части и здесь у нас открывается вид на системный блок ну и давайте откроем это еще и с обратной стороны то есть как видно с этой стороны у нас тоже все дело развернем то есть такая же у нас прозрачная крышка то есть воздух у нас со всех сторон заходит в том числе еще и снизу в том числе еще и спереди то есть со всех сторон у нас кроме вот стекляшки для воздуха все прозрачно как вы могли заметить вот это вот подсветка это контроллер реагирует у меня на голос ее можно отключить переключить режим работы мигать не будет но вот интересное решение не у первого корпуса это сейчас наблюдаю есть еще корпуса в другом исполнении там тот у меня системник тоже самое две полоски да может быть камень кабель менеджмент здесь не сама будет простой но кто сказал что будет все просто то есть приходится сделать так чтобы эти провода с внутренней стороны не видны были но я не сказал что место совсем уж мало вполне всего здесь хватает кора и 5 12 400 f это 6 ядерный процессор 6 ядер 12 потоков обладает только высокопроизводительными ядрами при своем ценнике пожалуй это лучший процесс который сейчас есть на рынке хотите получить больше производительность процессора если вам сильно надо у вас какой-то рендер ну я считаю что следующий процессор это какой-нибудь ай 5 и 13 600 кей пропускаем 12 700 12 700 к 12 600 к и вот следующий 13 сотки и если сильно надо на эту материнскую плацу спокойно это все дело станет база частота 2 и 5 до 4 4 герца гонится в turbo boost и процессор довольно таки холодные системы водяного охлаждения здесь с избытком она здесь у нас но не то чтобы для красоты но зато компьютер работает бесшумно и вентиляторы выгоняет горячий воздух наверх штатный от водянки причем водянка у нас вот такая вот айди кулинг frost flow 240 в белом исполнении стоит 4000 рублей тдп заявлено 250 ватт ну я на эту материнскую плату уже ставил с этой водянкой 13 600 кей который придушил до 150 ватт и это оказалось примерно максимум на что способна водянка 180 ватт с отпущенным поверлимитом уже эта водянка не переваривает ну собственно как практически любая другая кроме может быть каких-нибудь монстров за очень очень дорого с какими медными радиаторами хотя проблема сейчас кроется не в достаточности там радиатора двухсекционная трехсекционная а скорее косяков процессора когда через маленький маленький кристаллик пытается пройти огромное количество тепла да еще и крышки довольно таки толстенькие хоть там и припой но все равно в общем современные сверхмощные процессор они не умеют работать стоки то есть их невозможно практически ничем охладить приходится использовать огромные монструозные башни на 7 на 6 тепловых трубок до 6 тепловых трубок 180 ватт не переваривает современных процессоров приходится ставить 7 ассасин 3 у меня с 13 700 кей в аккурат в лес 85 градусов вот такие дела при том что он довольно-таки сильно долг ну и 13 600 кей с придушенным поверлимитом 150 ватт спокойно это водянка переварит не так уж много потеряем производительности но если сильно надо будет процессор проапгрейдить можно будет на эту плату поставить плата уже их поддерживает 12 13 поколение 1700 и сокет но она пороге у нас 13 400 13 500 процессора которые такие же как 12 600 кей даже чуть-чуть будут интереснее в общем машинка готова под будущего брать тем более что следующее поколение 13 на этом же сокете базируется но чтобы можно было поставить сверх мощные процессоры нужно там материнская плата прежде всего стоит цепи питания чтобы это дело можно было переварить достаточное количество фаз питания должно быть здесь у нас их 14 и 2 до питания по 8 пин если будет 1 8 пиновая колодка будет 150 ватт я думаю что в какой-то момент может это дело и подгореть и вот самая простая материнская плата с такими вот параметрами это как раз м сай б 660 м мортор вообще мортора мне очень нравится кто бы чего не говорил а вот именно эти мы сайки очень даже неплохие два мощнейших радиатор на ключах два штатных радиатор на ssd накопителя плата довольно-таки недорогая стоят 12500 рублей еще еще здесь нужно 4 слота под оперативку все что нужно присутствует на борту есть разъем под тайп си который у нас есть на корпусе в каких-то сборках это очень важно в общем шикарная такая плата с одной стороны если бы я себе собирал компьютер можно было подумать надо дар 5 память собрать или на дар 4 но вот памяти 16 гигабайт на сегодняшний день если играть full hd да на ультрах вполне себе хватает а ддр 5 память если покупать минимум надо брать 32 гига хороший кит стоит минимум 12500 14 чтобы сравнился по производительность как это память ддр 4 ну и материнская плата будет 1000 на 3 дороже ну а здесь мы получаем кит за 3600 рублей вот такой симпатичный гейл орион rgb 2 модуля по 8 на 3200 мегагерц на 16 таймингах симпатичная недорогая память то есть либо 3600 либо добавляйте десятку за память и 1003 за материнскую плату вот 13000 рублей надо переплатить чтобы получить то же самое только надо дар 5 памяти при том что выигрыша особого то и не будет поэтому наверное себе бы я все-таки пока бы оставил на ддр 4 тем более это не является каким-либо тормозом в будущем апгрейде надо лучше хотите как-то увеличить производить памяти ну купите 4 гигагерца память ддр 4 потому что чем выше частота тем тайминги будет сильно увеличиваться надо ли нам это ssd накопитель у нас находится под радиатором это у нас фирма hewlett packard x900 новые создан накопители вся экспресс и вся экспресс 30 нормальный там скорочтение записи никаких особых проблем нет и ssd накопитель крайне недорогой здесь можно экономить но опять же может быть себе взял бы samsung 980 про но он стоит уже 7000 за той же самый объем стоит ли переплачивать я думаю что 90 процентов клиентов которых нам приходит не переплатят и так здесь все довольно таки хорошее железо и опять же ssd накопитель от хп это три год гарантия ну и переходим к видеокарте видеокарта на geforce rtx 3060 на 12 гигабайт пару недель назад появились восьмушки 8-гиговые видеокарты они сейчас хит продаж 128 битные на 8 гигабайт цели примерно 1000 так на 6 дешевле и в принципе вполне себе неплохой вариант эта карта 192 бита производитель у нас здесь кафа 2 стоит 32 500 но что такое кафа 2 это galaxy у китая который у нас в европе в россии называется кафа 2 и решение здесь ван клик это такой палец металлическим бэкплей там ну кстати говоря кафа 2 давно уже палитую принадлежит версия ван клик металлический бэкплейт с такой перфорацией бэкплейт нужно чтобы у нас не повело текстолит хотя тут текстолит это на пол видеокарты присутствуют тепловые трубки карта довольно таки холодная 30 60 в принципе горячих особо то и не бывает и вполне для full hd разрешения будет хватать 12 гигабайт да и в перспективе продать бытов довольно таки просто гигабайт на карте много а многие мыслят гигабайтами ну и если у нас тест 3d mark прошел 8900 попугаев набрал очень хороший кстати результат вот пожалуйста 85 кадров в секунду на ультрах в 2к battlefield 5 нам подсказывает тест time spy блок питания вот если бы я себе брал блок питания в компьютер и если не хотел там платину блок питания естественно дома у нас платина стоит благодаря майнингу вот хотел бы с себе блок питания вот я бы выбирал не меньше чем бронза либо блок питания с сертификатом бронза либо сертификатом gold за 4000 рублей появились вот эти блоки монтэч бета на 650 ватт трехлетний гарантий с сертификатом 80 плюс бронза этому блок питания будет доступна и видеокарта уровня 3070 3080 никаких проблем не будет но может быть какой-нибудь ртх 4090 4080 не поставить с их ним энергопотреблением а какой-нибудь 4070 наверно в перспективе ли какой-нибудь 5050 можно будет поставить кто ж его знает в любом случае такую видеокарту года три наверно менять смысла нет в конечном итоге получился у нас системник за 77000 рублей вот такая вот шикарная машинка таком шикарном корпусе компактно но кстати говоря очень тяжеленький компьютер пускай у вас габариты не обманывают здесь довольно таки тяжелые компоненты и материнская плата вся в радиаторах и водянка свой вес определенно доставляет и такой системник не стыдно поставить на рабочий стол те люди которые будут приходить всегда будут завидовать уж очень она такая необычная симпатичная получилось